Который год победная весна живёт. Отбирала пожарящие Второй мировой войны, Но дальнее эхо горя и подвига ради жизни на земле Отзывается в каждом сердце и поныне. Война прошла, но оставила глубокие шрамы В памяти того поколения, Которое перенесло все тяготы Великой Отечественной войны. Пускай назад история листает Страницы легендарные свои, И память, через годы пролетая, Ведёт опять походы и бои. В годину бед она всегда бывала Единой, несгибаемой, стальной. Врагу навстречу Русь моя стояла Одной дружиной, грозною стеной. Человеческая память Это не статический носитель информации, Она живая. Наша задача сохранить память О Великой Отечественной войне. Это благодарная память поколения людей, Не знавших войны, Но хорошо понимающих, Насколько трудна и трагична судьба, Которая досталась их отцам и дедам, И насколько хрупок мир вокруг нас, И как бережно надо относиться К мирным завоеваниям Героев Великой Отечественной войны. Память о войне не должна Уходить со временем. Другие друзья, Сегодня в нашем зале, К сожалению, нет Непосредственных участников Боевых действий Великой Отечественной войны. Ведь чем дальше Время относят от нас Те суровые годы, Тем Меньше их становится рядом с нами. Но очевидцы войны Присутствуют в этом зале. Их много. Это дети войны, Которые были лишены детства, Потому что война Отобрала у них Счастливое детство, Заставив просто страдать. Страдать от голода. Страдать от холода. Страдать от непосильной, Очень тяжелой, Совсем не детской работы. От потери близких и родных людей. И сегодня в нашем зале И дети детей войны. И внуки. То есть, Те уже представители тех поколений, Которые знают о войне. Только из рассказов мам и пап, Бабушек и дедушек. И которые слышат эти семейные легенды, Передаваемые из уст уста, И семейные истории. И уже наша задача Эти рассказы сохранить. Потому что История страны и народа Это не только то, Что зафиксировано в документах, В книгах, в фильмах. Это еще и то, Что передается устно Из поколения в поколение Этой истории семьи. Но, к сожалению, Суета повседневной жизни, Иногда из-за нее Мы просто забываем О том, что рассказывали нам Непосредственные участники Этих событий. И, к сожалению, Есть риск, что Эти истории, Эти факты, И эти события, Они окажутся забытыми навсегда. И останется лишь сожаление О том, что следующее поколение Никогда уже не знают О каких-то событиях И о людях, Которые достойны остаться В истории страны. Вот эти соображения И подтолкнули нас К идее Создать озвученную книгу. Вот презентация которой У нас вот сегодня и происходит. Это книга, Которая называется «Мои сражались за Родину». Вот она, Озвученная книга На двух дисках. Это Получился сборник Рассказов, Воспоминаний, Семейных историй О Великой Отечественной войне В изложении И непосредственных очевидцев, И их потомков. И в результате Из разных эпизодов Небольших, Может быть, Где-то частных, Как из мозаики У нас сложилась Достаточно цельная И трагичная картина И войны, И победы. Нашу книгу Можно назвать Народной, Потому что В ее создании Принимали участие Жители Ставропольского края, Жители города Ставрополя, Самых-самых различных Возрастов и занятий. Кто-то пришел И сам записал Свой рассказ В нашей студии звукозаписи. Кто-то прислал нам Звуковые файлы, И мы поместили их В эту книгу. Очень много людей Присылали нам Просто тексты, Воспоминания, Истории, Детские сочинения, В которых школьники Пишут, Излагают свои Семейные истории, Связанные с Великой Отечественной войной. Озвучивали Такие рассказы Сотрудники Нашей библиотеки, Очень многие Включились в эту работу. И мы Очень, конечно, Благодарны Всем людям, Которые приняли Участие В создании Этой книжки. И тем, Кто записывал, И тем, Кто присылал Нам документы, Нашим коллегам, Библиотекарям, Представителям Общественных организаций, Педагогам, Представителям Книжной индустрии. Очень много Материалов нам Было прислано, И они Не все, К сожалению, Но часть из них Нашла Своё отражение Вот в этой книге. И у нас сегодня В гостях Несколько Соавторов Нашей книги, Которых мы Хотим Поприветствовать, Вам представить И Вручить Авторские Экземпляры, Конечно, Безусловно, И, конечно, От души Поблагодарить За участие В этом нашем Проекте. И, конечно, Будем рады Услышать Несколько Слов. Ну, И я хотела бы Представить их Вам. Это Хадунков Константин Дмитриевич, Известный Старопольский Поэт Общественной Историей Константин Дмитриевич, Вам Авторский Экземпляр Книги И Вашей Супруге Лилия Леонидовне, Которая Приняла Самое Непосредственное Участие Пригласила К нам Довольно Много Людей К участию В этой Книге С огромной Благодарностью Несколько Слов Скажите Ну, Что Скажите 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 Вы На днях Звоните Говорите Лилия Лилия Тут у вас Задействована Я спрашиваю Какая Лилия Леонидова Это Жена А Лидия Владимировна Это Внучка Это Наверное О другой Книжке Шла Речь О Моздокской Лилии Там Идет Так что Со всем сторон Лилия Уважаемые Коллеги Я смотрю Тут Все Наши Собратья Собрались Писатели Поэты Начинающие Жизнь Прожившую Большую Я Наверное Не буду Сегодня Читать Стихи Потому что Во-первых Время ограничено Коротенький Эпизодик Расскажу Из своей жизни Вчера Нас приглашали Ветеранам Сельского Хозяйства Я там Сказал Вроде Это Как-то Оценили Хотя О войне У меня Много Написано У меня Написано Поэма О войне На изломе Война Ом Значит Остановитесь Перед новым Смершем Сейчас Работаю Есть о чем Говорить Стихов Немало Написал Я посвященный Нашим ветеранам Но я Я вам расскажу Вот что Вот Действительно Здесь нет тех Можно я пока Положу Здесь нет тех Кто непосредственно Значит Был на фронте На передовой Но много Тех Вот как раз Тех Которым достался Этот Чрезвычайно Сложный Очень сложный Период жизни Вот я Например Прожил Это От начала До конца В сорок втором году Я уже Мальчишкой Работал Работал В селе Работал Значит Дрова Возил Из леса В деревню Мне Работал На бычке Вот приду Я значит Утром Рано Хохл Он мне выделил Такого бычка Конюх У которого Он как в углу Был значит Сухой И еще Сороки Здесь проклевали У него кровь сочилась И вот я На этом бычке Значит Отправляюсь В лес Где-то Пять-шесть Километров Еду Доехал До леса Распрягаюсь С него Это Ермой Снимаю И начинаем Выкаптывать По снегу Дорожку Что потом Эти деревья Которые я срублю Вынести И зарезать На сани Вот Рубил я Как правило Значит Где-то Восемь-девять Березок Солнечные Солнечные Такие Был курьером Ничего И вот Вы не знаете Что такое Зык Значит Овод Когда нападает На этого На бычка Он бежит В воздух И вот Он как Попер меня На моей Телени И где-то Метром Пятьдесят Болот В это Болото Забежал В кочке Все опротинул И я стою Представь Свою Мальчишка Плачет Почему Потому что Я должен Привезти В бригаду Вот Вот Это самое Содержимое Погодите А в таком Состоянии Приехал А бригадир Был Сухомеров Василий Изакенщ Уже Пришел Без руки Такой Грозный Я думал Ну побьет Встал Вот так У него еще Ноги маленько кривые И смотрит Думаю Сейчас Улетит Ладно Что случилось Что случилось А тут Подъехали люди Ей же надо Он говорит Ну бывают Такие моменты Когда Значит На фронте Вот нас разбомбили Кухну А мы еще Больше Били врагов То есть Он меня защитил Но я После этого Бычка Этого сдал Значит Уже работал На разных работах И коп Навозил И все Такой И ушел Потом уже В город В 44-м году Я уже работал На заводе На военном заводе Огромнейший завод Мы точили Снаряды Нам простолочки Деревянные делали Вот То есть Вот такого Мы все По крайней мере Такого трудного Хлебули Поэтому Вы Молодцы Что Вот Проводите Такие 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 Большие Мероприятия Привлекаете Вот людей И по частице Складывается Вот сейчас Мы начинали С Расулом Гавзат Ту песню Его уже нет Кстати Я его уже Мы встречались Не один раз До комнаты Нет Уходят люди Вот Вчера Я был В сельском хозяйстве Раньше Где-то лет Через Десять назад Было И 61 Человек Вчера Собрались Только Пять Осталось Ветеранов То есть Время уходит И то Что каждый Вносит Вот эту Крупицу Частицу В память О тех событиях О тех людях Значит Величайшее вам спасибо Буквально коротенько Я и так Закажу Люди О тех людях Люди Речащие Сплавы И обыдя Сильные люди Великой страны Время не сгладит Величие подвига В аде Свершенного В годы войны Вы В пору ада Спасли человечество Вы Стоит там Где сгорает Градит И благодарное Наше отечество Память о вас Навсегда Сохранит Сохранит Потому что Есть такие люди И вы Стараетесь писать О этих Спасибо большое У нас в гостях Сегодня Алла Ивановна Вильникова Такая улыбчивая Такая замечательная Женщина Член Совета Общественной Городской Организации Дети войны Ветеран войны И она тоже Записывала Свои воспоминания Ветеран труда Ветеран труда Извините Простите Конечно Ветеран труда Вот эта книжка Вам Подарок Чтобы вы О нас помнили И мы О вас Конечно Будем помнить Что Расскажите Я Просто пару Все Что сказали Здесь Это все Правильно Учитывая Что мне Некогда И потом Все Что я хотела Сказать Отражено Вот здесь Что я говорила Но Что хочу Сказать Если вас Не затруднит Значит Мне Больно И обидно Что Была вот с левой стороны Я Вот такая я была В начале войны Жили в Акермане Папа кадровый Военный был Поэтому Все испытала И здесь была В оккупации И душегубка Видела Все Но мне обидно Знаете За что Вот Папа Свобождал И Барбенкова Вместе С этим Самым Малиновским Чайковым Вот Гвардии Танковые Отдельный Гвардейский Танковый 16-й Болг Подполковник Сафронов И Ларьев Степанович Было 12 артиллерийскими Залпами 124 Орудия Салют Дали Благодарность Вот А Через год Написали Письмо Сослуживцей Я все Не читаю Можно И зачитать Но Как они Выражают Соболезнования Папа 18 августа Погиб И 18 августа 1906 года Родился Вот И они говорят Здравствуйте К маме Обращаются Примите Привет от меня И моих товарищей Сегодня 18 августа 44-й Испол 44-й Год Исполнилась Годовщина Со дня смерти Вашего мужа Нашего Моего командира Гвардии Подполковника Сафронова Лариона Стефаловича Который отдал Свою жизнь За Дело Нашей Советской Родины Дорогая Мария Ну я Дальше Не читаю Я просто Чтобы быстрее Говорят О том Пишут же Слава Герою Танкисту И сейчас Мы Освобождаем Братья Фаяка Обратите Внимание От Небецкого Ига Немцы И блок Разваливается Вечная Слава Герою Танкисту И он Самолезнования Как земляку Выражает Маме И как земляку Он значит С Ростовской области А теперь Слышу По телевизору О том Что Да О том Что выйдет закон Чтобы ликвидировать Все памятники Погибших Вы слышали То Что такое И мне становится Больно И обидно И обидно Из-за другой Вот два вещи Две вещи Просто Ну свои чувства Хочу выразить Вот А остальное Все в этом диске Вы услышите Уберите А Зоя Космодемьянской Когда услышали О том Что Ее называют Шизофреничкой А люди Тут же Не вытерпели И Тут же Отозвались А я Ничего Читала Поэму Зоя Олегер Маргарита Олегер Это Сборничка Вот А эта Книжечка была Такая Небольшая И я ничего Особенно Не запомнила Только Запомнила Вот это Выражение Как Мороза Как светла Дорога Утренняя Как твоя Звезда Поскорей Мы Нет Еще немного От порога По тропинке До того Столба Может быть Еще случится Чудо Где-то я читала Может быть Жить Потом не жить Что это значит Видеть день Потом не видеть Я Это как Зачем Старуха плачет Кто ее обидел Жаль меня Почему И жаль Меня Не будет Ни земли Ни света Слово Жить Будет Снег И свет И эти люди Все остальное Ничего запомнила А это запомнила Она всю жизнь А я тебе Садились различные И взял И написал Стихотворение Которое Без болью Понимаете Не смейте Прикасаться К Зое Нет Не могу Как горько Слушать Вокруг нас Змеи Вновь шипят В который раз На наши души Вновь Наглой Черной Лжи Ушат Как смели Нашу Зою Нашу песню Вы превратить В никчемный Дым А завтра Скажете Борисе Придуман Тоже Полевым Ах Сколько Вбили Шавок Босик Босик Собака Лает Ветер А Вас Калов Очень Диких Рож Собака Лает Ветер Носит Да Только Горько Нам Залож Не смейте Трогать Нашу Память Героев Наших Эмеда Они Для нас Не просто Знамя А Невский Князь И Лед Чицкой Вновь Лязг Мечей Вновь Черный Ворок Вновь Сатана Готовит Бал Забыли Для вас Мы Лохи Сверх Простые За Русь Святую Все Святые Встают В наш Пол Плечу К плечо Вся Русь Вечны Священные Зведи Мы Скрип Одним Раствор Мы Верим Правду Неизбедно Она Наш Бог Она Наш Дом Рассвет Наш Новый День Откроет Да Будет Мир И Красота Не Смейте Перекасаться К Зое Она Как Наш Рассвет Чиста Я Этим Самым Хочу Сборю Сказать Что Мы Хорошо Чтобы Есть И с Нашими Воспоминаниями Мы Несем Правду Историю Я Хочу Вам Представить Сегодня Еще Одного Соавтора Нашей Книги Это Валентина Ивановна Панкова Активная Читательница Наша Замечательный Человек Неравнодушный Которая Тоже Пришла К нам В студию Звукозаписи И Прочла Свои Воспоминания Мы Вам Тоже Авторский Инцентр Поручаем Звук Дорогие Друзья Я Выступаю От имени Моего Супруга Который Умер Но Который Воевал С 17 лет Вот Книгу Небольшую Книгу О нем Мы С сыном Подготовили Здесь Его Воспоминания Стихотворения Здесь Его Боевой Путь Вот Он Совсем Юным Ушел На фронт Вот Но Он Был Патриотом Он Очень Много Выступал Он Проводил Может быть Некоторые И Видели Его Может быть Помнили Потому что Он Очень Много Выступал Рассказывал О войне Перед Студентами Перед Детьми Перед Людьми Разных Профессий Вот И Вот Мне Посчастливилось Я считаю Что Библиотека Делает Очень Большое Сделала Очень Большое Дело Что Собрала Материалы Подготовила Вот Воспоминания Я Как раз Рассказывала О тех Воспоминаниях Которые Вот Написал Мой Супруг Вот И Я хочу Прочитать Танки Идут В бой Это Его Стихотворение Его Стихотворение Он Написал Александр Михайлович Панков Чем Дальше Уходят Годы От Той От Гремившего Войны Сильнее Болят Внепогоду Тяжелые Раны Мои Я Сплю Неспокойной Неспокойной Труднее И Сердце Стучит Перебой И Думаю Больнее Острее О Всем Что Случилось Войной И Вновь Фронтовыми Путями Что Воды Войны Я Прошел Иду С Боевыми Друзьями С Кем В бой Не Единожды Шел С Кем В поле Промерзлом И Белом Лежал На Энварском Снегу Прикрыв Своим Сердцем Страну С Кем Шел Я В Атаку Под Крымской Высоты Те Штурмом Брал Лежал Под Огнем Под Новороссийском Друзей Хоронил И Над Ними Рыдал Я Помню Бои Под Варшавой И Помню Кем Пау Последний Трагический Бой Вот он В Польше Был тяжело Ранен Потерял Ногу И Вернулся Домой Инвалидом На одной Ноге И Несмотря На это Он Окончил Школу Он Закончил Институт Пединститут Он Стал Кандидатом Экономических Наук Доцентом Преподавал Очень Много Рассказывал Студентам Вот Так что Если кто-то Заинтересуется Вот В библиотеке Имеется Такая Вот Спасибо Спасибо Большое Спасибо У нас Достях Сегодня И Иван Павлович Павлович Член Совета Стариков Городского Казачьего Общества Прошлым Атаман Ставропольского Городского Общества Дерского Казачьего Общества Вам Содобная Благодарность За участие Уважаемые Я очень рад Свою вас Радую Честное Слово Я сын Участника Войны Подковского Павла Ивановича Восемнадцать Восемнадцатом Восемнадцатом Рождения Он пошел На фрон На третий День Войны В среду На третий День Войны Пошел И Воевал Он Я Восемнадцатом Граждан Он Забыл Обиды И прочее На третий День Войны Пошел Срещать Ему Как-то В детстве Говорю Пап Что ж ты Они убили Твоего отца Убили Твоего брата А ты Пошел Воевать За них Он Говорит Нет Сын Вот так Рукой Повел Говорит Ты Еще Маленький Я Пошел Воевать Не за Коммунистов Я пошел Воевать За свой Народ За свою Страну Вот И он Был Он не просто Он диверсантом Был Немцы У Сталинграда А он На западной Границе Польши Рыел Сеселоны Зарывает Мосты И прочее Вот Понимаете По его Рассказу Я понял Так Наш Народ Мог Выдержать Это Понимаете Выиграть Войну Бережить Все Другой Народ Этого Не сможет Делать Я Горжусь Страной Я горжусь Народом И неправда Говорят У нас сейчас Молодежь Такая Не такая Знаю я Нашу молодежь Я Извиняюсь Я уже Пенсионер На вношни Я на оборонном Предприятии Работаю И у нас есть Молодые парни А Головой Думают Намного Намного Перед Спасибо У нас сегодня Еще одно гости Тамара Антонна Ленберт Педагогический Работник Логопед И в прошлом Сотрудник Нашей библиотеки Мы очень Благодарны Что она Приняла участие И в создании Нашей библиотеки Спасибо Я очень благодарна Библиотеке Сотрудникам И всем собравшимся Здесь К сожалению Мне нечем Похвастаться Но единственное Единственное что Как предыдущий Я выступающий Сказал Что представляю Я представляю Город Ленинград И все вы знаете Роль Ленинграда В этой войне Моя бабушка Ирина Ивановна Об этом Воспоминаниях Есть Принесла Эту блокаду Малолетних Детей В Долосе Строить Детский Сад Первые годы Блокады Еще работали Детские Сады Потом Вы знаете Бомбили Потом Уже Детей Старались В Ладоге В карманы Детям Были Пришиты Адреса И Помню Что по ним Подтирались Сама Она Работала На Кировском Заводе Там Воспоминаниях Нашла Меню Крапива Чи из крапивы Салат из лебедей Все в таком плане Но вот Я хочу о чем сказать Что многие Члены Нашей семьи И по отцу И по матери Воевали Это все перечислять Не буду Я просто хочу сказать Что это были люди Очень достойные И скромные Все что я узнала О родителях Это случайно Когда собирались Гости в семье И точно такие же Были Педагоги Нашей школы 124 года Дмитрада Случайно Мы узнавали Например На утрохе Рествования Учитель Иван Михайлович Лавров Рассказал о том Как его чуть не съели Блокады Его мальчик Пригласил домой Сказал Что пришла посылка С большой земли И вот через спортив Он только увидел Что большие ножи Лежат Прыгнул В окно В чем был Зима Блокад 30 градусов Мороз И вот он так Остался жить Мы на них смотрели Как на легенду Мы узнали Потому что наша Классная руководительница Елена Васильевна Хохова В 11 лет Лишилась семьи Все вы знаете Историю Девочки Тани Которая Маленькая Доцарича На Пискоровском Пладбище А эта девочка Осталась в 11 лет И соседи Ей подсказали Что на Едино-Кировский завод Траваи не хотели Кругом Город Туха Город В таком состоянии Девчонка Дошла Ставили ящики Чтобы она работала Так же у нас Наряды Я все это делала Понимаете Узнавали мы У нас очень хорошо Было поставлено В Енграде Во всяком случае Патриотическое Воспоминание детей Вот сколько я помню Пионерские лагеря И просто С классом Куда-то Мы всегда пели Песни военных лет Не только Консушу Очень разный Бухенвальдский Набар Тоже в 60-е годы Была написана Хотят ли русские воины Вот И в Разорнице Мы все время В этом участвовали Понимаете И хочу поддержать Предыдущую Поступающую Что люди Даже обиженные Властью Вот мой отец В 1937 году Был посажен Не столь отдаленный За то Что он пел Чистушки О комсомольстве Тем не менее В 1939 году Он вызвался Добровольцем На Пинский Фронт А в 1941 году На вот этого Двое И участвовал Битве под Москвой Поскольку Акник Его поставили На высотку Пулеметчиком Случайно выжил Потому что Жуков Обходил Все Братские могилы Которые готовились И сказал Это живое Отправить в Москву Вот очень много Случайностей Било в те годы И конечно Ужасно Слушать О том Что происходит В Украине Гранят эти памятники На Польше При Балтике То же самое Происходит Потому что Как это Можно жить И не помнить Свою историю Все мы знаем Такие поколовки Иваны не помнящие родства Так вот мы с вами Иваны Которые помнят Это все родство И благодарны Мы всем людям Которые участвуют Спасибо большое Это и было Главной целью Нашей Когда мы создавали Эту книгу О том Чтобы эта память Сохранилась И о том Чтобы она Ушла Нашим потомкам И о том Чтобы они Действительно Знали Вот такую Историю Своей страны Через призму Истории семьи И у нас Сегодня в гостях Еще Замечательные Наши участники Антонина Викторовна Ашихмина Наша коллега Заведующая отделом Леткой книги Ставропольской Краевой научной Библиотеки И тоже Саня Я вас помню Антонина Викторовна Тоже Очень с большим удовольствием Участвовала В нашем проекте Это мы Рома Романев Мы вместе Участвовали Спасибо вам огромное За приглашение На такой Замечательный проект Потому что Само название Меня вдохновило Само название Оно Доброе Оно свое Оно родное Мои Сражались Это просто Чудесная Удачная Подобранная Подобранная Заголовок Проекту У меня На фронте Было два Ивана Мой дед Иван Погиб В первые годы Войны Узнала я Об этом Он числился Пропавшим Без вести И Дед Моего мужа О котором мы Рассказывали С Ромой Дед Иван Прокофьевич Ашикман Его уже Прапрадед Он Не даже Немножко До 70 лет Здесь Ставрополь Жил Но участвовал В войне Вот как В той песне Мы вели машины Объезжаем Мини То есть Он был Водителем И механиком Потом он Преподавал В школе Механиков Потом Он Работал Инженером По технике Безопасности В общем Всю жизнь В нас И Вот Рассказы О которых Константин Я слышала От папы Он был Детя Того самого Военного Детства И точно Так же Из-под горы На Кубани Возил Корост Возил Продавал Все Клепешки Кукурузные Папа Меня учил Оладьи печь Потому что Он Старший Брат Старший Брат На фронте Один На Учении Ну то есть Вот это Вот все Передается И я очень Хочу Чтобы Внук Тоже Это Слышал И вот Как-то Он сейчас Участвует Тоже В проекте В Помню В проекте Рассказано Об улицах Названных Неменами Героев О Иване Прокофьевиче Ошибни И О том Как он встречался Он дважды У нас в библиотеке Встречался С Альмом Михайловичем Возиным Участником Войны Илья Михайлович Подготовил Ему Книжечку Созданную Из статей Комсомольской Правде Он говорил Что когда-то Я Проводил Политинформацию По этой книге По Статье Комсомольской Правде Пескова С Маршалом Жуковым Интервью С Маршалом Жуковым И Значит Попросил Чтобы мы Сделали Копию Приказа Ни шагу Назад Затем Еще Там Два интервью Получилась Целая книжка Вот В назидании Написал Свои Слова Потом Говорит Меня не будет А ты будешь И рассказывай Всем Правду О той войне О той войне В которой Участвовали И Бойцы на фронте И Те Кто был В тылу Спасибо 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 Еще Буквально Пара Слов Вообще Надо сказать Что Создание Вот таких Озвученных Книг В формате Всем миром Что называется Это уже Наша традиция В 2015 Году Напомню Мы Вместе С жителями Города И края Начитывали Все вместе Создавали Книжку Которая Называется Читаем Симонова Вместе Она была Приурочена К 75-летию Великой Победы И к 100-летию Писателя Франтовика Вот сейчас Мы создали Книжку Все вместе Мои сражались За Родину И я думаю Что мы Не то что думаю Уверена Что мы будем Продолжать Потому что Вот такая Совместная работа Наша с вами Она сплачивает И она Не дает Забывать О том Кто мы И о том Кому мы Обязаны Жить Вам спасибо Огромное Но наше мероприятие Продолжается Мои сражались Мои сражались Мои сражались Мои сражались Мои Мои сражались